Здесь, в Сахасраре. Я запишу. Так, а ты все, что мне сейчас делать, чтобы получить деньги? Спустясь на землю. И ты заново на землю, да? Да. И что ты мне там сказала, что... За чего... ...за чего быть у мужчины? Воль души. Опять же, желание заблокировать свое. Я буду сильной, я все сама-сама. И я не приму ни от кого дары, подарки. Когда мужчина хочет... Спуститься на землю – это воля души, да? Да. Лучше такое, да? Да, да. Спуститься на землю – это как мне встретить любимого человека. Я так поняла. И ты сразу спустилась. Получилось у тебя один выбросить. Спустилась на землю. А здесь идет реализация воли души. А что ты на самом деле хочешь? А у тебя два желания – быть совершенной, быть сильной, и ни от кого не брать помощи. И блокируешь свое желание. Принятие. Принятие – это тоже сила и энергия. И после этого ты попала с земли, пройдя через шестерку и еще другие, да? Другой вариант кубика на план реальности. План реальности опять запрашивает, почему ты здесь. Почему ты здесь. Что ты хочешь реализовать. Это высший план, самый высший. Человеческий еще план. Человеческий еще план. Я хочу реализовать. Человеческий еще план. Учего? Ты хочешь? Здесь быть. Да. Да. Снова прорабатывается запрос. Да. Ну, блин, что-то такое просится, потому что я хочу испытывать любовь. Пусть, да. Разрешить себе. Да. И как-то единство хочу испытывать с каким-то другим. И вот в контексте с мужчиной, ну, как-то я хочу воплощать вот эту женщину собой, которая может быть с мужчиной в любви. И это осознанный, открытый путь, где каждый в своем месте, женщина и мужчина. Да. В мужско-женском плане. Содружеством. Да, такая синергия. Угу. Кать, вот ты попала через шестерку на план воздуха, 57, а потом двойка была, план сияния прошла и план реальности, да? План воздуха прошла. Что такое план воздуха? Это быть лёгкой, это основное, ты становишься лёгкой. А когда я туда попала, после чего? Как мне встретить любимого, ну, что-то такое, типа запрос был, с земли, с земли, да. Или я ошибаюсь? Так, смотри, ты на земле, раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть, план воздуха и двойка, и ты сюда попадаешь, всё правильно. А, всё, план воздуха, да. Да, и это было с вопросом, что там, как мне встретить своего мужчину? Да, быть лёгкой, энергия лёгкости, воздушности, ну, как феи летают, вот, крылатости. Быть окрилённой, тогда можно встретить с этой энергией. А потом после шестёрки двойка выпала, и ты на план реальности попадаешь. Так, хорошо. В мужско-женском плане. Так. Нет, я здесь. Ты здесь, план реальности, это опять, зачем ты здесь? Это уже, как бы, человек в тебе высший, осознанный, сейчас проявляется, почувствуй, знающий. Ну вот, в мужско-женском плане, да, это мне пришло, что это не только в профессиональном смысле я там раздаю. Да, да, да. Благополучных отношений в любви, которые дают мне окрылённость, вдохновение, счастье и другому человеку. Всё взаимно. Так, уже сейчас, уже даже не хочется заново гонять эти вопросы, потому что они так периферийно возникают, типа опять, у кого мне встретить этого мужчину? Ну, блин, только что вот это... Это от неуверенности возникают повторные вопросы. Быть лёгкой, чувствуй лёгкость, лёгкость. Так, хорошо, интересно, да, потому что здесь уже другое. Сейчас, может, камеру отключу, я подумаю. Как-то нет никаких вопросов. Про детей? Ну, там как-то периферийно тоже пролетел спрах про моего отца, я такая думала, а как? Ну, такая, ну, нет, если я иду, пройти, мы вообще на пути просто идут себе нежелания, потому что он вообще ничего не знает. Я пока уже запись включила. Ну, да, потому что у меня такая сильная привязка эмоционального к отцу, и там вот сепарации вот эти моменты, и очень большое количество должностований. Да, да, в общем, там такая крепкая хватка у нас нет. И я как-то про это подумала, задать вопрос, но у меня вопроса реально нет. Уже там, где я стою сейчас, это вопросы не уюту реально нет. Да, 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 ты на высоком плане стоишь, в человеческом. Да. Да, как интересно, тут вопрос-то свой, уже так всё тонко становится, и, может, обе бисеринок и лаклиц. Вот чувствуешь энергию, да, стоишь высоко, здесь уже другой план энергии. Да, тут как бы, чтобы проблему увидеть, нужно взять такой микроскоп. Да. А может, это не проблема, а не желание. Да, идём по желаниям. Да. Ну, любой маме хочется, чтобы у ребёнка всё было хорошо, это уже стабильно. И что ему будет достаточно внимания, независимо от всех дел, которые приносишь другим людям. Вот смотри, прямо в медитацию, входи, почувствуй вот прям душу, а что, и задай ей вопрос, а что ты хочешь, понимаешь, сердечный уровень. Можно даже задать вопрос, а что ты хочешь здесь и сейчас, что я хочу здесь и сейчас. Ну, здесь сейчас я про камеру подумала, чтобы отключить камеру. Отлично. Катя, говори, что пришло. Да, да, вот я говорю, что здесь пришло такое, что вообще как-то не хочется медийности. Ну, это я даже подозреваю, что здесь какая-то такая штука про то, что, а вообще, вот эта вот тема про реализацию, вот такую масштабную, что как будто бы здесь сердечно, меня закрывает, мне становится хорошо, просто зная, что есть мужчина, с которым у меня хорошие отношения. Вот, да, все проще. Да, 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 и когда вот эта вот моя реализация ему в моей всей там органике, природе, как оно есть, то мне, в общем-то, этого достаточно. Зная, что это безопасно, что это все как-то, ну, как-то надежно и никуда оно не убежит, вот оно здесь, и мужчина, который меня ценит именно за то, что вот я такая, что вот это именно то, что он искал. Да, девочку такую, да. Да, 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 которая нужна, которая хочет его опору. И у меня как-то так хоп, и так вообще вот эта вся история с медийностью, с Голливудом, вот с этим вот всем, она как-то так... Уходит куда-то. Уходит, да, 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 да. Как будто вот более реально вот это, и оно более реально, ну, в хорошем смысле. Ну, такая близкая, доступная, присутствующая реальность. Ну, да, здесь близость, тепло, счастье, а там, ну, мишура, ну, что-то неизвестное все равно. Да, 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 и там какое-то вот что-то дать людям, столько много всему миру, и как бы все это тоже хорошо, это тоже все хорошо. Вот как-то здесь как-то вот оно... Теплее, мягче. Меня смотрит вот эта девушка в цели глазами, да, на картине. Это... Она как-то мне как будто говорит, ну, вот же ведь, ну, ты в самую суть свою смотришь. Да, это я себя рисову. О-о-о... Себя рисову. Писающе. Писающе. Да, она на меня смотрит и говорит, моя любимая, наконец ты... Это мои мысли озвучиваешь, прям интуиция работа, то пришла к себе. Да, да. Да. И так страшно отказаться от того большого видео. А не надо, пусть оно будет. Ага, не надо. Зачем отказываться? Пусть оно будет. Ага, ага. Ну, я теперь доверяю жизни, доверяю потоку энергии, доверяю миру, вселенную. Да, да, да. Всему-всему. Да, да, да. И тогда уверенности появляются даже здесь, если доверие есть. Да, у меня прям сердце раскрылось, я прям чувствую сейчас такую прям очень мощную, большую такую трепанацию во внешний мир. И трансформацию. Да. Ну да, это вообще по-другому ощущается. Такое, такая постановка. Композиция и хореография. Угу. Постаетесь вообще. Ну и какой отсюда запрос, какое желание. Как мне прийти к таким отношениям? Да. Нормально. Ты счастье? Ты пришла на счастье? Вот прийти опять, это легкость и счастье. Это обо всем таком. Да. Это вообще так. Когда цепляемся за что-то, это тормозится. Когда легкие, то идем легко. Так. И вот здесь вот у меня родилось, да, что. Вообще-то. Вот такие отношения. Вот я прям чувствую сейчас, как у меня раскрыто очень сердце. И я понимаю, что вот с этим раскрытым сердцем, с этим доверием, да, а не желанием отгородиться от каких-то мужчин, пока я там не... Сильнее пока не стану, да, сама себя не обеспечу, да. Да, да, да. Вот с этим открытым сердцем, верой, верой в то, что именно это для меня, и оно возможно... Вот, принять. Да, и можно встретить такого мужчину, но и он не придет. Как дар, да, это счастье. Принятие, доверие. Глобально. Вот счастье – это внутреннее ощущение, которое не зависит ни от чего внешнего. Ни от обстоятельств, ни от Голливуда, ни от денег. Вот это внутреннее состояние счастья. Да, поразительно, поразительно. У меня, я в голове сейчас прохожу такие круги привычного мышления, так я думаю, ну хорошо, значит, вот, ну, видит Бог, что мне нужно все сделать через вот это желание. Я когда вот так делаю, мне очень хорошо, вот оно у меня, и я на ежедневной основе могу быть счастливой, да, когда я вот прям каждый день делаю действия, которые вот мне вот сейчас хочется. Вот я там сейчас записываю медитацию, я очень люблю использовать свой голос, я очень люблю копаться в музыке, все это совмещать. И я наконец дошла до того, что у меня назрела сейчас новая медитация, я ее себе позволяю сделать сейчас. И вот мне так хорошо, хотя на счету вот 4 тысячи рублей. И я понимаю, что вот это вот мне хорошо, и у меня нет никаких страхов, ой, даже слезы на глаза наворачиваются, потому что я себя такой уязвимой чувствую, в такой позиции, но при этом мне очень хорошо. То есть я понимаю, что мне в этом хорошо, да, не в том, что у меня нет денег, да, а в том, что я, ну, действительно тут про отпускание контроля, да, там, по деньгам я бы сейчас села бы, еще бы на хэдхантере отправила бы там 15 запросов, да, а по сердцу мне хочется просто садиться и делать, и писать медитацию, да. И я это сажусь, делаю, мне реально становится хорошо, у меня нет страха отсутствия денег, нету, ничего, просто потому что мне хорошо. Вот это сложно поверить в то, что можно жить вот таким образом, и делать то, что хочу, и что деньги, они появляются тогда. Ну да, да, да. Это вот как раз перепрыгнуть, пропасть вот эту внутри. Вот прям реально отпустить контроль. Да, 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 да. И вот, да, да, да. Это доверие миру, ну, вот всему, судьбе доверие, Богу, всему доверие, высшим силам. Да. Это сложный очень процесс, но он возможен, да. Да. Да, классно, что я сейчас так это думала. Ну, хорошо, а деньги, а вот что, а вот счастье, а я вот делаю медитацию, я же себя хорошо очень ищу. А вот, а, ну и вот оно, собственно, это состояние открытого сердца, в котором вот встретить кого-то можно, и что-то, и что-то, да, да. Да, да, лети прямо в этом состоянии, живи в нём. Да. Как получаться будет, срывы тоже возможны, а это всё норма, мы так учимся. Да, да, и столько любви в этом счастье, в этом состоянии. И об этом тоже медитацию можно сделать. Да. Вот это прям помощь другим огромная. Да. Ну, хорошо, мы в состоянии здесь. Сейчас что-то про замирание пришло. Я такая, ещё заметила, что я в позе такой стою, такая думаю, ну ладно, я на счастье, на счастье. И у меня тоже в терапии такое часто бывает, когда я вот пойму, что я вот словила контакт. И всё, и мне вот так вот смертельно, страшно хочется сохранить. А, и страх появляется, что потеряю. Да, и мне кажется, что если я сейчас двинусь, если я даже сейчас позу поменяю, то как бы всё, момент уйдёт, контакт разрушится. Да, и вот я сейчас тоже даже подзамерла, я смотрю, у меня плечо не обстоит. В верхних уровнях стою, не шелохнуться, не двинуться, пылинку, пылинка, чтобы никакая не двинулась, чтобы всё замерло. Глубоко чувствуешь просто всё. Вспомним про план воздуха, лёгкость, лёгкость, лёгкая ты. В любом месте ты счастье освоишь, и поймёшь, и примешь, и познаешь его. Ну, наверное, хочется опять спуститься, и вот тут всё-таки спросить, да, как мне не замирать, как мне доверять тому, что именно переменчивость – это и есть то, на что я могу опереться. Что именно тот факт, что всё меняется, это и есть моя константа. Как бы, как мне… В спонтанности, в этой переменчивости, интуиции. Да, в спонтанности, в этой игривости какая-то, да, вот, свобода. Счастье, да. Хороший вопрос. Такой от души идёт. Ну, как бы мы уже здесь не ответили, да? Нету, это глубже вопрос идёт, глубже. Можно сказать, как, а всё равно не пройти это. Как не замирать, чтобы не потерять момент. Кидай. Или нет, сразу же я такая думаю, какой странный вопрос. Как будто бы ответ напрашивается сам. Чтобы потерять момент, надо замирать. Как бы, даже оно же, как не замирать, чтобы не потерять момент. Да, два этих «не», как будто и сами напрашивается ответ. Так и терять момент, что замирать. Ну, ладно, всё равно задам. Ладно? Да. Как не замирать, чтобы не потерять момент. Три. Где, шестьдесят три, шестьдесят четыре, шестьдесят пять. Урана, уранта, лока. Клетка, шестьдесят пять, план внутреннего пространства, уранта, лока. Оставив в плоде седьмой ряд и осознав существование прокрития, игрок начинает проникать в источник всех явлений феноменального мира. Это великое сознание. Игрок сливается с ним, и в этот момент всякая двойственность исчезает. Игрок получает чистый опыт необъятных измерений, бесконечного пространства, лежащего внутри его Я. Ур означает ощущение своего Я. Ант – конец. Уранта, лока – это место, где кончается ощущение своего отдельного Я. Исчезает любое разделение, и игрок погружается в неописуемые глубины внутренней жизни. В течение одного дыхания он видит рождение, развитие и последующие разрушения всего творения. Он видит иллюзорную природу всех границ и различий. Осознав природу прокрития и единства, лежащие в основе всего творения, теперь он сливается с этим единством. Здесь нет ни чувства, ни ощущений. Я полностью осознает себя как неизменный наблюдатель. Здесь нет ни добра, ни зла, ни порока, ни добродетели. Игрок становится подобен чистому кристаллу, пропускающему свет. Это не записалось всё, но неважно. Я только сейчас запись включу. То есть чем наполняешь себя? Страхом или счастьем? Прямо вот можешь ходить и спрашивать себя, чем я наполнена в данный момент? Куда меня унесло моё внимание, моя энергия? Где фокус внимания на страхе или ещё на чём-то? Ненужно вообще, ненужно. Что ты ищешь как? Я ищу конец. С этой стороны сначала я в ваду. Как? Вопрос. На книжке ты цикл силы пишешь. Так. Так. Ну хорошо. Вот твоё внутреннее пространство. Ты его заполняешь сама, чем ты сама хочешь. Хочешь страхом, хочешь счастьем. Твой космос, микрокосмос. Да, я сейчас такой спокойствий. Ой, отлично, да. У тебя же такое отсутствие страха смерти. Ну вот это же вот этот вот момент отделения от своего счастья, потеря вот этого счастья, чтобы обрести новое счастье, как маленькая смерть, да. Сейчас мы это прошли. Ты на плане богов. Здесь уже даже это не человеческий план. То есть это человек может быть счастлив так или иначе. А как счастлив бог? И что он впускает в себя, опять же? Какие энергии внутри? Ну, тут какой-то приходит такой, что бог, в принципе, допускает всё. Да, конечно. А как мы будем развиваться, если нас держать в тепличных условиях? Как тонко чувствуешь всё. Здорово. Да, очень тонко, очень тихо. И глубоко. Ты, как правитель своего микрокосмоса, вот из этой энергии попробуй задать вопрос. То есть это когда ты можешь всё, понимаешь? Ты сама. Ну, здесь кому-то такой человеческий вопрос возник, а вопрос из точки, в которой я бы оказалась бы в такой момент в своей жизни. Вопрос, типа, а для кого мы здесь делали, для себя или для других? И ответ сразу же приходит, что... А вот оно, желание, которое расплывает, оно как бы даже не моё, оно через меня. Да, ты сосуд. Оно через меня. И, соответственно, да, оно номинально может быть моё, но оно не только для меня. Да, да, да. Я воплощаю, исполняя своё желание, я и служу тем самым, всему одновременно. Служение, да. Себе и окружающим. Поэтому тут не возникает вопроса у никого. Желание исполнять, своё желание исполнять, полная свободы и удовольствия. Ты только это не делаешь. Жди, что придёт и не прощает. Да, 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 да. Да, именно. Очень точный ответ. Это как раз реализация души. Да, и вот это ощущение здесь, я вот там чувствую, что это длинно как будто бы не моё, я здесь просто провожу. Проводник. Проводник тела, да, и вот для этого нужна физическая составляющая, чтобы как-то что-то прийти и сделать. Что-то скрывать. Я думаю, вопрос такой, как мне увеличить ёмкость. Поток, возможность прохождение большего, да, через тебя. Хороший вопрос, да. Вот он пришёл вообще без моих всяческих усилий. Вот. Не зря проводишь медитации, записываешь их. Через себя, значит, идёт поток. Да, как мне увеличить ёмкость прохождения через себя. То, сколько могу это не слышать и не упрощать. Ну, как бы, чтобы проток был больше. Угу. Три, раз, два. Всё, поздравляю. Ура! Тебя ответ дали. Я тебе могу дать ответ на этот вопрос уже сама. Смотри, чем больше тебе энергии, силы, тем ёмкость твоя будет увеличена. То есть ты это будешь чувствовать. Каждый раз передавая, у тебя новые энергии могут появляться, тебе передавать будут больше. И так ты растёшь, поэтому ты вышла из этой игры. Это рост твой. Поток не бывает вот всё время прям стабильным. Он может меняться. Угу. Да, да, да. Ага. Передавать. Угу. Скажи что-нибудь. После, что ты чувствуешь. Для себя ощущаю невероятно легко, реализованно, спокойно. Такую вот здесь вот прям я чувствую такую какую-то атмосферу свою. Какой-то свой тут климат. Да, себя нашла как будто, да. Ширяющий, да, в районе сердца, даже солнечное сплетение, здесь уже корма, безумно приятное ощущение. Ой, вот. И даже свой голос как-то по-другому ощущается. Да, голос глубину приобрёл такую. Да, 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 да. Да, потрясающий, потрясающий процесс, гениальный, гениальный. Очень хорошо. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!